ты любишь удивительно ужасную музыку я выжил на необитаемой планете выращивая урожай в своем дерьме все-таки я дебил я по-моему смены 3 его писал маленькие клубни я снова посажу а те что побольше это мои запасы еды значит я колонизировал марс я буду летать как железный человек как сказал владимир членин это важнейшее из искусств я живой но все решили что меня уже нет но может быть есть может быть это на уровне подсознания такое прекрасен я я закончил гиг и много чего отсмотрел еще студентом и потом снова и в молодости прекрасно работал а сейчас стал прекрасным актером но в свое время меня утвердили утверждает же сторона производитель и американцы меня утвердили на набор на и после этого бурно пошло 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 если кончено с чего охота за мной я не знаю слышал имя помыла лэнди дэймон достаточно плодовит поэтому поэтому я как не скажу что я все делаю что выходит у нас на экраны но большую часть делаю не всегда время просто на это даже хватает привет это марк вот не астронавт запись эту я делаю на случай если я я не выживу сейчас шесть пятьдесят три девятнадцатого соло и я живой как видите но я полагаю это очень удивит мой экипаж и наса и весь мир тоже удивится так что сюрприз я уцелел восемнадцатый соло и похоже что этот кусок коммуникационной антенны отломился и пробил мой биомонитор и продырявил мое тело и вот он запечатал прокол в скафандре а запекшаяся кровь закрыла дыру поэтому я живой но все решили что меня уже нет я не могу связаться с нас а если бы и мог корабль еще очень не скоро сможет забрать меня отсюда я в модуле который рассчитан на 31 день если генератор сломается я задохнусь к тому же я могу умереть от жажды если модуль пробьет я просто взорвусь даже если всего этого не произойдет у меня просто кончится еда наверно наверно марсианин сложная интересная работа причем как бы ну вы знаете что мы пишем достаточно общем быстро несмотря на физические и душевные затраты но я по моему смены 3 его писал там там же несколько ипостасей героя и надо было в каждую включиться отдельно поэтому мне кажется да все-таки марсианин для того чтобы вести youtube канал и регулярно радовать вас новыми роликами нужно хорошее оборудование видеокарта процессор блок питания и монитор кстати тоже дело непростое но со всем этим вам обязательно поможет компания msi msi это ведущий мировой производитель игровых устройств продукция компании уже много лет пользуются широкой популярностью среди геймеров и киберспортсмен а ее новый монитор mpg artemis 343 cqr продолжает развитие бренда он имеет кривизну 1000r идеальное значение снижающая нагрузку на глаза так что монитор позволяет с одинаковым комфортом монтировать ролики смотреть кино и проходить видеоигры насчет последних с mpg artemis нет никаких ограничений ведь он работает с консолями текущего поколения благодаря высокому разрешению 2к экран всегда выдает четкое и детализированное изображение а технология true color sync обеспечивает единообразную цветопередачу между различными устройствами msi приобрести монитор и мысай вы можете по ссылке в описании переходите по ней и выберите высокое качество со здоровыми глазами в одном комплекте так давай посчитаем мы должны были прожить здесь 31 сол было прислано еды на 68 солов на шестерых человек значит для меня еды хватит на 300 солов но ее можно растянуть на 400 если экономить надо придумать как вырастить еду на три года на планете где ничто не растет к счастью я ботаника марс будет в ужасе от моих способностей и тогда я взорвал себя кажется я забыл учесть избыток кислорода который я выдыхал пока делал свои расчеты все-таки я дебил да я продолжу работу когда у меня перестанет звенеть в ушах он один безвыходная ситуация один на необитаемой планете ни еды ничего нет в общем одна составляющая второе он решил выжить и начинает выживать придумывать третье когда он фактически его уже спасают случается это непредвиденная авария он фактически фактически погибает но опять-таки выживает такая охота жить вот ну и как бы еще кусок я сейчас всего то не помню и кусок когда финальный кусок когда он приезжает в университет читать лекцию это все разные состояния актера человека и поэтому надо настраиваться именно в этом ключе и работа прошло 48 солов с тех пор как я посадил картофель сейчас пора собирать урожай сажать заново он растет лучше чем я ожидал у меня сейчас 400 здоровых картофельных кустов я выкопал их стараясь не повредить маленькие клубни я снова посажу а те что побольше это мои запасы еды натуральная органическая марсианская картошечка такая не часто встречается правда да но все это не имеет смысла если я не найду способ связаться с нас теперь когда нас и может говорить со мной они не затыкаются хотят получать постоянные данные работе систем жилого модуля желают непременно руководить моей плантацией что клёво не хочу показаться самодовольным но я лучший ботаник на этой планете да еще одно из преимуществ связи с нас а это имейлы я снова их получаю причем огромное количество как когда-то на гермесе получил даже послание от президента самое крутое однако я получил из чикагского университета моей альма-мадр они говорят если ты вырастил где-то урожай то можешь считаться колонизатором значит я колонизировал марс у 3 снил армстронг я знаю что они делают я это совершенно точно знаю они вечно твердят ты полетишь быстрее чем кто-либо в истории космонавтики они надеются это отвлечет меня от их безумного плана да я полечу быстрее чем кто-либо в мире поскольку вы отправляете меня в кабриолете но ужасно то что я не смогу управлять этой штукой и кстати физики когда описываете такие явления как ускорение не употребляйте слово быстро вы делаете это потому что надеетесь что я не буду возражать против ускорения это классно звучит самый быстрый астронавт в мире мне нравится как это звучит даже очень но я им не скажу поехали что я очень рад что мне посчастливилось на русский язык переводить такого замечательного артиста как я не обращал на это внимание может и говорили не знаю не знаю может может быть есть может быть это на уровне подсознания такое муж как-то выбирали но все равно когда проходят пробы на главные роли голосовые отсылают только голос внешне потом уже приходит ответ гермес все хорошо ребра сломаны как вы это серьезно мы сократили дистанцию но возникла сложность со скоростью перехвата проблема серьезная 42 метра в секунду командир у меня идея слушаю тебя если я найду что-нибудь острое проткну дыру в перчатке скафандра то смогу использовать выходящий воздух как реактивную струю управлять будет легко поскольку она на руке вряд ли ты сможешь что-то контролировать перехват будет на глазок и ты скорее всего не удержишь вектор да да это очень разумный довод но ты только подумай я буду летать как железный человек командир давай я стану железным человек первые правила которые для всех людей творческих про творческой профессии самое важное это тратится второе обладать профессии очень важно потому что это одна из опостаси актерской работы и надо надо влезть в героя надо прожить его так же как он и 3 ничего не бояться я не могу позволить вам сделать это я готов пропороть скафандр ни в коем случае я законченный эгоист хочу чтобы памятники ставили только мне рад тебя видеть знаешь ты любишь удивительно ужасную музыку добро пожаловать в программу отбора кандидатов в астронавты будьте внимательны это может спасти вам жизнь поверьте я знаю о чем говорю я сразу поясню ой какие моменты да я выжил на необитаемой планете выращивая урожай в своем дерьме да это хуже чем это звучит так что не будем никогда об этом говорить еще один часто задаваемый вопрос когда я был там один думал ли я о том что мне конец да думал конечно и вы должны знать что это может произойти с любым из вас это космос он не дружелюбен в какой-то момент все полетит к черту все полетит к черту и вы скажете вот и все мне конец можете или смириться с этим или бороться вот собственно и все вы просто начинаете без паники решаете одну проблему затем другую а когда вы решите все вернетесь домой итак вопросы любите кино любите кино это как сказал владимир ленин это важнейшая из искусств кроме того что она на мозги влияет на и в общем это достаточно доступная степень саморазвития я не исключаю книги я очень люблю почитать но кино она приносит включаешься переживаешь сопереживаешь очень многому можно научиться